Я хотела бы предоставить слово Людмиле Ивановне Ивановой, город Бийск. Барнаул, прошу прощения. Мы красим жизнь свою делами. Я хочу поздравить, у вас юбилей, 20 лет. Вместе против рака 20 лет. Это колоссальная дата, колоссальный труд, поэтому вам слово. Спасибо большое. Алтайская краевая общественная организация пациентов была создана в 1997 году. И на протяжении всей 20-летней истории занимается организацией проведением мероприятий, направленных на защиту прав пациентов. Три направления деятельности нашей организации. Это социально-психологическая реабилитация онкологических больных. Это организации проведения благотворительных мероприятий, направленных на снижение онкологической заболеваемости. Вашему вниманию представлена карта Алтайского края и флажками отмечены, значит, те районы и города Алтайского края, а это была практически одна треть всей территории, где благотворительные акции были организованы нашей общественной организацией. Это благотворительные осмотры населения, когда врачи-добровольцы совместно с активистами нашей общественной организации во время своих выходных дней принимали участие в проведении осмотров населения на предмет выявления онкологических заболеваний. Районы нашего края удалены от центра, а некоторые населенные пункты от районных центров удалены на 200-300 километров, где есть только фельдшерские пункты или фельдшера. И поэтому такие мероприятия организованы, очень востребованы в крае. Впоследствии, значит, был организован уже органами здравоохранения поезда здоровья. Наши благотворительные мероприятия до сих пор продолжаются. Для нашей общественной организации и для многих других может быть такая деятельность и малозначительная. Но организации имеют структуру. В больших городах Алтайского края, это Биискрупцов и Славгород, наша организация имеет свои представительства. Не каждая общественная организация, тем более пациентская, в рамках своего региона имеет и может осуществлять такую деятельность. Кроме того, мы имеем своих представителей, которые проводят просветительскую работу в районах Алтайского края. Но я уже остановилась, что направление деятельности – это пропаганда здорового образа жизни, это проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение онкологической заболеваемости, и социально-психологическая реабилитация онкологических больных, членов их семей, повышение качества жизни инвалидов. Поскольку я сама инвалид в связи с онкологическим заболеванием, проходила неоднократно лечение в течение уже многих лет, все эти вопросы, как бы, как сегодня говорили, идут изнутри. То, чего не хватает при организации профилактических мероприятиях, чего не хватает в период лечения и реабилитации, вот все то мы стараемся притворить у нас в крае. Сегодня вот Оксана Александровна уже говорила о необходимости реабилитации, и здесь есть мои коллеги, с которыми уже мы на протяжении длительного времени общаемся, но как в России не было комплекса реабилитации, так его и нет. То есть у нас медицинская реабилитация на сегодняшний день, я считаю, достаточно высоко поднялась, но что касается социально-психологической реабилитации, социально-бытовой реабилитации, этого практически мало. Хорошо, что сейчас органы социальной защиты и труда объединились. Теперь у нас Министерство труда и социальной защиты населения, которые теперь социально-психологическую, социально-бытовую, значит, и трудовую реабилитацию могут поставить как бы на должный уровень. Те целевые группы, с которыми мы работаем, это касается и профилактики, это касается и реабилитации, они, вероятно, все те же, с которыми работают и другие организации. Итак, мы сейчас говорили о том, что в рамках социально-психологической поддержки населения наша организация получила возможность проводить ее непосредственно в стенах медицинских учреждений. То есть у нас три онкологических диспансера в Балтайском крае, в Бильске, Рубцовске и Барнауле и непосредственно в стенах этих помещений, кроме того, в отделении онкогематологии краевой больницы мы проводим и просветительскую деятельность, школы пациентов и психологическую поддержку. Кроме того, мы проводим мероприятия по арт-терапии и, значит, по трудовой реабилитации или прикладному творчеству, что позволяет, значит, пациентам, прошедшим лечение, значит, по-иному смотреть на свое оздоровление. Занимаясь вопросами трудоустройства онкологических больных и инвалидов, значит, мы разработали совместно с Управлением по труду программу трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места. Значит, благодаря этой программе Алтайский край на первом месте по трудоустройству инвалидов в нашем Сибирском федеральном округе и второй в России. Вопрос реабилитации пациентов, он очень важен. И трудовое трудоустройство инвалида после длительного калечащего лечения, это очень большое подспорствие как в психологической поддержке, так и в материальной составляющей. Это вот мероприятие, которое мы постоянно проводим для онкобольных детей. Значит, мы постоянные участники различных краевых и других мероприятий, проводимых у нас в Алтайском крае. Значит, мы являлись организаторами и участниками конференций, направленных на снижение онкологической заболеваемости в крае. Мы работаем со всеми управлениями и ведомствами. Когда стали решать вопросы трудоустройства инвалидов, у нас появилась такая возможность работать непосредственно с коммерческими предприятиями, когда они арендуют рабочие места в общественных организациях инвалидов и оплачивают их труд. Значит, в настоящее время у нас уже 40 общественных организаций инвалидов Алтайского края работают по этой программе. И в рамках этой программы мы организовали службу милосердия, которая у нас работает в двух городах Барнауле и Славгороде, когда трудоспособные инвалиды оказывают поддержку нетрудоспособным инвалидам, значит, не имеющим, проживающим, то есть не имеющим, проживающим, одиноко проживающим. Значит, в рамках этой деятельности мы провели исследование, какие услуги наиболее востребованы. И оказалось, что очень востребованы такие услуги, как сопровождение, как поддержка. Такие услуги направлены на оздоровление. И в рамках этого социологического исследования мы сейчас организуем различные клубы по интересам. И в этом нам оказывают поддержку, значит, государственные органы и другие общественные организации. Сейчас вашему вниманию представлены те предприятия, которые работают с нами по вопросу трудоустройства инвалидов. Этот вопрос мы постоянно ставим и перед органами государственной власти, и перед краевым законодательным собранием. Но стратегия нашей деятельности – это повышение профессионального роста членов нашей организации, это развитие системы мотивации специалистов, это разработка эффективных программ, это эффективное проведение мероприятий, также проблемы, касающиеся фандрайзинга. Поскольку мы общественная организация, то и главный наш материальный ресурс – это бескорыстный труд добровольцев. Далее – это работа с коммерческими предприятиями, что касается трудоустройства, а также поддержки благодворительных мероприятий, которые мы проводим. Ну и, естественно, участие нашей организации в различных конкурсах, которые проводят как государственные структуры, в частности, и президентские программы, так и коммерческие и другие предприятия. И надо сказать, что наша общественная организация за период нашей 20-летней деятельности сумела доказать свою работоспособность. Значит, она доказала это и на уровне Алтайского края. Мне очень приятно было и на уровне Российской Федерации. Мне очень приятно было вчера разговаривать с представителями из Татарстана. И они сказали, а мы, вот деятельность нашей организации, когда-то ваш опыт переняли и в этом плане работаем. Вот сегодня представители Красноярска выступали. Когда-то у них образовывалась общественная организация, мы представляли им наши информационные материалы. Мы очень тесно сотрудничаем с антираком, мы очень тесно сотрудничаем с ВИТО. И нам бы хотелось эту деятельность, естественно, и далее продолжать. Я надеюсь, что пациентские организации – это как раз вот та возможность государственным структурам доносить ту информацию, те положения, которые способствовали бы снижению онкологической заболеваемости у нас в Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо.